Уважаемые товарищи, продолжу отвечать на вопросы. Петер, так вот на латыни обозначил себя зрители, слушатель, задал несколько вопросов. Прежде всего, как идет научно-технический, видимо, прогресс или процесс при капитализме, слово выпущено, и почему буржуазия не переходит на новые бестопливные технологии, хотя они уже есть. И он же задает вопрос о государственном капитализме, какова схема последовательности действий государства должна быть в этом вопросе. И сам же пытается ответить на этот вопрос, говорить, что государственный капитализм – это необходимый шаг к дальнейшей социализации экономики, как первый шаг к новому социалистическому курсу. Прежде всего, куда идет научно-технический прогресс при капитализме? Научно-технический прогресс или процесс, конечно, он абсолютно необходим и в любой системе. Но, с другой стороны, вот тут ситуация такая. Научно-технический прогресс – это, конечно, процесс развития производительных сил. И вот в эпоху так называемой научно-технической революции, в которую мы так не можем все еще вступить, опять отброшенная в общем своем развитии с пять, я имею в виду Россию. Конечно, в эпоху научно-технической революции одним из научно-технической революций является признаком то, что наука не только в названии научно-техническая, но и по содержанию, по смыслу и по существу становится непосредственной производительной силы общества. Вот. И от этого, конечно, и капитализму не уйти, потому что повышение производительности труда – это то, в чем капиталист, конечно, заинтересован. Капиталист – да. Но заинтересован ли при этом основной производитель, трудящийся, человек, который не имеет средств производства в собственности, он на них только работает, совершенный. Они, конечно, облегчают его труд. И поэтому в этом совершенствование средств труда, техники в целом, работающий тоже заинтересован. Но если при этом, вот о чем я говорил в предшествующем нашем разговоре, разрыв между доходами собственника средств производства, вот господина Миллера, скажем, да, и основного производителя, не в десятки, а в тысячи раз разрыв, да, по доходам, то это означает повышение уровня эксплуатации, причем такое уже и неотносительное, абсолютное повышение уровня эксплуатации, работающего. Вроде ему легче стало работать, но работает он по-прежнему эти 8 часов, вы знаете, вот наши-то капиталисты поднимали этот вопрос, не увеличили ли продолжительность рабочего дня. Раз мы так отстаем, благие намерения были выдвинуты, отстаем, в общем-то, от запада в прогрессе, может нам увеличить продолжительность рабочего дня, не очень увеличивая при этом зарплату. То есть вот здесь вот эти разница в доходах колоссальная, которую, конечно, мы не можем не видеть, и сейчас эта разница не скрывается, даже афишируется нашими богатейшими, так сказать, представителями, с позволения сказать, бизнеса, потому что у нас в основном криминальный бизнес, если не сырьевой, то обязательно криминальный какой-то, связанный с элементарной спекуляцией или, так сказать, с фальсификацией продуктов продаваемых, там, с фальсификацией лекарств, это все криминальный бизнес. У нас даже на науке криминальный бизнес, когда ученых заставляет обязательно опубликоваться в тех журналах, которые в особых списках высшей акционной комиссии России значатся, а опубликоваться там можно только за большие деньги. Вот маленькая статья там стоит сейчас около 15-20 тысяч рублей, да, вот как может опубликоваться. Значит, это идет кому-то в карман, вот эти, да, кто-то в этом заинтересован. У нас куда ни кинь, везде, так сказать, определяется выгодно, это не выгодно. Кому? Тому, кто владеет какими-то средствами производства. Вот это ему выгодно. А выгодно ли это работающему или нет? Вопрос, так сказать, тоже риторический. Конечно, невыгодно. И поэтому научно-технический прогресс сам по себе это, конечно, необходимый момент вообще развития. Вариантов-то тут немного. Либо прогресс, либо регресс. Как говорится, шаг на месте это регресс. Так что не может быть чего-то третьего, что удовлетворяло бы потребности вообще общества в развитии. Но, тем не менее, в условиях капитализма этот научно-технический прогресс и научно-техническая революция идет в пользу капитализма. Поэтому объявлять вместе со сторонниками технологического детерминизма, кстати, в чем меня обвинял один еще из вопрошающих, да, что я якобы отказываю Марксу в том, что вот технологический детерминизм является основой развития общества. То есть техника и технология прежде всего развивается. О чем речь идет и у Петера в вопросе, да, техника и технология. Должны развиваться? Да, должны. Развиваются? Да, развиваются. Но это не ведет к социальному прогрессу, как ни странно, если не решены проблемы производственных отношений. Почему производственные отношения Маркс и ставил в углову угла, называл это базисом, над которым возвышается вся экономическая, политическая настройка всей системы и государства, как систему управления всеми социальными процессами общества. Если научно-технический только прогресс, прогресс в технике, в технологии производства, о чем Петер спрашивает, то это далеко не всегда означает немедленный социальный прогресс. Есть вот романы антиутопии, замечательные «Час БК» Ефремова, вот последнее его произведение, почитайте, я не могу тут пересказывать. Вот на далекой планете, в далекой звездной системе за счет техники и технологии выделился правящий класс, которые обеспечили себе фактическое бессмертие за счет развития науки. Эксплуатируемый класс остался смертным, маложивущим, и поэтому они не успевают за короткую жизнь даже разобраться, как говорится, кто прав, а кто виноват. И почитают эти правящий класс богами, ну, как это было везде и продолжается и до сих пор. Правящий класс, всякая власть от бога, я уже эту формулу вспоминал, вот они превращаются в таких богов, правящий класс, в лице подчиненных, эксплуатируемых. Понятно, что вот такая сама по себе научно-техническая сфера деятельности, да, она способствует превращению правящего класса в класс оторванного от большинства населения, эксплуататский класс, и увеличивает степень эксплуатации. То есть это вот не дает классу подчиненному эксплуатированному никаких, так сказать, больших преференций. Хотя, ну, некоторое облегчение жизни, конечно, есть, некоторое, относительное. Но эксплуатация продолжается, поэтому решить вопрос можно только изменением, опять же, производственных отношений. Как Макс Эйнгис вот еще в начальной своей совместной работе, очень важный манифест коммунистической партии, какую цель перед собой ставили, какая главная наша задача, они пишут, главная наша задача, и задача построения социализма и коммунизма, это ликвидация частной собственности. Заметьте, не средств производства, конечно, а ликвидация частной собственности. Вот, ну и в связи с этим, конечно, вопрос государственного капитализма. Необходим ли это шаг? Вот те же Маркс и Эйнгис тоже не раз писали, что государственная собственность на средства производства является основанием не социализма, как некоторые в их время еще, вроде как считающие себя социалистами, в том числе Евгений Дюринг. Вот Эйнгис пишет эти слова в работе известной «Антидюринг», направленной против Евгения Дюринга. Вот Дюринг считает, что государственная собственность на средства производства и есть основа социализма, потому что это форма общественной собственности. Эйнгис критикует Дюринга и говорит, что государственная собственность может быть основой только одного строя государственного капитализма, в котором государство становится совокупным, как пишет Эйнгис, совокупным эксплуататором всех не имеющих средств производства, всех остальных, Кроме государства. Кое-какие моменты госкапитализма у нас сохранялись при социализме. Об этом тоже нельзя забывать. То есть, основа реставрации капитализма в худшей его форме. То же самое. Поэтому государственный капитализм, вот пишет Энгельс тоже, действительно необходимый этап к дальнейшей социализации и не только экономики, но и всей жизни общества. То есть, подготовка социализма. Почему? Потому что госкапитализм обобществляет средства производства максимально. Частный капиталист не может захватить владения все средства производства в данной стране. Это просто невозможно при соответствующей конкуренции и так далее. А здесь возникает вопрос, необходимый ли это момент. Да, я думаю, что это, конечно, необходимый момент в развитии. Сначала об обществлении в государственном капитализме. Об этом, кстати, и Ленин писал. Вот когда он писал в своих ранних, сразу после революции, работах, несколько работ по поводу многоукладности тогдашней экономики. И он говорит, что государственный капиталист, вот государственный капитализм еще у нас остается, и что его нельзя прямо ликвидировать, как некоторые там горячие головы настаивают. Ликвидация необходимого государственного капитализма. Надо, чтобы он подготовил почву для становления социализма. Обобществил производство, развил его. Вы помните, вот даже и частный, мелкий, так сказать, частно-собственнический капитализм Ленин, так сказать, поддерживал в политике НЭПа, то новая экономическая политика. Вот, то есть, надо опираться на эти моменты до определенного, конечно, уровня. Надо опираться, а не так, как у нас, скажем, случилось. Сразу перешли к частному капитализму. Значит, таким образом государственный капитализм, конечно, необходим, но это временная необходимость, как и все. То есть, не может быть какой-то формы абсолютно такой вечной, что ли, необходимой формы развития и экономики развития. Еще последний вопрос. Иван Иванович обвиняет меня в том, что я с какого-то перепуга объявил американцев нации. Ну, Иван Иванович тут путает то, о чем я много говорил. Нация и национальность не одно и то же. Нация – это экономическое единство людей. И американцы как раз и есть такая нация. У нас был советский народ, и это не просто фраза. Это было экономическое и культурное единство. Нациям присущие и единый язык. Скажите, что в Соединенных Штатах не единый язык. И единая культура, в том числе и даже единство религии, ведущей, скажем, религии. Нации присущие и единые какие-то традиции культурные. Но это уже второстепенные моменты. А главное – это, конечно, единство экономики. Поэтому, конечно, и США, и СССР – это не как пишет Иван Иванович, упомянутый, задающий вопрос, наднациональные общности. Это наднациональные общности. Но в отношении национальностей, а не наций. Это национальные общности в отношении наций едины. Нация – экономическое единство. Национальность – это единство кровно-родственное, генетическое. Вот эти вещи тоже, конечно, надо очень хорошо усвоить и не путать. Иначе у нас там проблемы национальные никогда не будут разрешены, если мы будем путаться в этих терминах. Спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!